Особое мнение на 101FM С рекордными показателями явки Примет и поддержит изменения Внесенные Владимиром Владимировичем Путиным В Конституцию Единым пакетом Что они в себя включают Многие уже знают Например, ограничение в два президентских срока Без уточнения подряд За новые полномочия парламента и совета федерации За минимальную оплату труда Равную прожиточным минимумом За усиление госсовета и так далее Это я цитирую сайт Эхо Москвы, московский И правда, с момента внесения предложений По изменению главного закона страны До самого голосования прошло На мой взгляд, рекордное количество обсуждений И рекордное количество интервью проведено Каждый день это обсуждается И в рекордные сроки, на мой взгляд, может быть Ты это опровергнешь Мы собираемся принять или не принять эти поправки 22 апреля Насчет самого обсуждения Ни один парламент, ни одного региона Ведь не отверг предлагаемые изменения Ни одна общественная палата Сказала нет Не сказала там нет Профсоюзы обсуждали Не говорили нет Как-то все в едином порыве Бац Слушай, Свет, ну мне тут кажется Знаешь, какая главная проблема Вообще нашей страны Что вообще конституция Не является каким-то сакральным документом В нашей стране Все к ней относятся очень спокойно И в данном случае вообще Мне кажется, большинство людей не понимает Это как связано с чем Почему так решили Почему быстро или медленно А для чего это надо Как изменится их жизнь То, в общем-то, все находятся Совершенно в таком спокойном состоянии Потому что, ну, что-то там делают Наверху там, да Какие-то они там движухи устроили И, в общем-то, жизнь людей От этого кардинально никак не поменяется Это так люди думают, ты считаешь И так и люди думают Так же думаю, в принципе, по большому счету я Потому что я тебе скажу Что все те 22 поправки Которые вносятся в конституцию Они, в общем-то, у нас есть в федеральных законах Они кардинально ничего не меняют За исключением только одного На самом деле здесь более глубокая проблема И как раз надо обратить внимание на то Почему это делается очень быстро Почему это делается сразу после Нового года То есть согласен, что сроки рекордные? Сроки рекордные Обсуждение рекордное Плюс я всегда считал, что такие документы Обсуждают, пишут и как бы готовят Юристы высокого очень уровня А не артисты, музыканты и поэты Как мы сегодня видим Ну, писали-то не они А они как бы оценивали Именно формат обсуждения Там очень много всякой воды Там очень много всякого непонятного вещества Но главная, мне кажется, вещь это одно Это для чего-то делается И это делается осознанно Значит, очень интересный формат Странно было бы заподозрить Это Владимир Владимирович Путин Что это неосознанно То вернее всего, что идет еще Ну, у нас и так президентская республика То мы становимся суперпрезидентской стороной Потому что, в общем-то, при изменении этой конституции Насколько я там понимаю Власть президента еще более усилится Хотя куда уже и больше То, в принципе, как говорят Сейчас он царь, а будет императором То в данном случае, конечно, главный формат Вообще всего этого изменения И такого единогласия Мы с тобой видели, что ты говоришь Почему там никто из ЗАГС собраний Там общественных палат даже слова не сказал У нас на Госдуму, когда принимали они В первом чтении Единогласно проголосовали без обсуждения Когда даже я посмотрел документы Да что тут обсуждать? Да, все обсуждать, но там появляется Совершенно новый орган, госсовет Никто не спросил А как он будет формироваться? Кто его возглавит? Откуда он берется? Какие у него полномочия? То есть куча вопросов Которые, в общем-то, я считаю Что Государственная Дума И те люди, которые в ней находятся Надеюсь, не бестолковые А значит, должны были обсуждать эту тему И точно это было бы, наверное, даже Не одно пленарное заседание А потому что документ, на самом деле Для любой страны очень важный Ну, там все прошло буквально в пять минут Не обсуждение, единое голосование Все оппозиционные партии тоже поддержали У них нет вопросов по этому И, в общем-то, мы все четко понимаем Что 22 апреля Пока назначена эта дата Когда будет народное голосование Значит, что такое народное голосование Тоже никто не знает Значит, это не референдум И никакие это выборы Значит, это такая Какая-то новая форма Для того, чтобы все люди поддержали То изменение, которое планируется В Конституции Российской Федерации Какая явка потребуется для того, чтобы Легитимным для всех был этот выбор? Ну, я так понимаю, что сегодня там С администрации президента по территориям Там есть уже определенные установки И в районах области, и Кировской, и соседних Главам тоже там примерно говорят Первые параметры Это явка 60 за 70 Значит, в идеале 70 на 70 Когда мы посчитаем 70 на 70 60% населения должно Прийти И 70% из них проголосовать за Да Такая задача поставлена Такая задача поставлена Минимальная, да В идеале 70 на 70 Почему 70 на 70? 70 явка и 70 за Если мы перемножаем Получается 49 Да Прочистки 40 Пол страны проголосовал За эту Конституцию То она для президента Становится более легитимной Значит, если явка будет низкая Хотя я не верю, что будет явка низкая Потому что, в общем-то Если она даже будет низкая Я думаю, что все усилия будут сделаны Чтобы она была согласна нормативу Значит, и, в общем-то Я думаю, что 22 апреля И в течение 10 дней после этого Президент подпишет документы И я думаю, что 9 мая 75-летия Победы Уже весь этот формат будет закончен Какие, на твой взгляд, Действительности изменения ждут Политическую, прежде всего, систему страны За изменениями в Конституции? Я думаю, что мы идем по пути Азиатских стран Это Казахстан, Китай У нас один из высших органов Вернее всего, что будет Госсовет Это будет такой орган Который принимает все кардинальные Внутренние, политические и внешние решения То не исключаю, что, наверное Судя по тому Так как в Конституции не будет описано Что такое Госсовет Кем он назначается и то возглавляет Я не исключаю, что Владимир Владимирович Путин Будет и руководителем этого Госсовета Который, в общем-то, дает ему право Пожизненно руководить этим органом При всем при этом Хотя тут многие пишут, что там Идет усиление Государственной Думы Партии и всего прочего Я не вижу никакого усиления Государственной Думы Я не вижу усиления партии Я думаю, что, в общем-то, изменения ведут к тому Что мы, в общем-то, входим в формат Как я говорю, что азиатской страны Где у нас, в общем-то, азиатский путь Где один человек решает вообще все В стране И в данном случае Как он будет называться Это, в принципе, уже не принципиально Премьер-министр, президент или председатель Госсовета Это, в общем-то, уже не имеет никакого значения Я считаю, что президент еще более усилил От свое влияния на внутреннюю и внешнюю политику И в данном случае У нас продолжение Оно то, которое сегодня есть А ну мы видим, например, как развивается Китай Сингапур тоже и азиатский путь С очень сильным правителем Казахстан очень процветает Что нам не нравится-то в этой ситуации? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Но если мы все-таки к этой стороне Как бы стремимся Что мы должны признать, что мы азиаты Что нам ближе азиатский путь То в данном случае мы должны Как в этих странах и бороться В первую очередь и с коррупцией Да, потому что Ты все три страны называла Где идет активная борьба с коррупцией Жесткая Ну там даже не жесткая, а смертельная Особенно там по Китаю и по всему Это раз Во-вторых, конечно Эти все страны очень большой акцент делают На экономическое развитие На развитие малого и среднего бизнеса И вообще рыночных отношений Да, то в данном случае Мы там должны точно понимать Что как бы одним решением Сделаться императором И возглавить госсовет Не решить проблему там всей страны То в данном случае Это одно из условий процветания страны А вот хотелось бы понять Все-таки эти изменения Призваны решить проблему всей страны? Я думаю, что это решение Удержания власти В первую очередь И в данном случае Потому что есть полное понимание Что мы слышим от многих Ведущих политиков Российской Федерации И в том числе от председателя Государственной Думы Российской Федерации Забыл как его фамилия Но не судит И очень многие артисты говорят Известные наши Особенно советские О том, что нет Путина, нет России Да, то в данном случае Чтобы Россия всегда была То Путин тоже должен быть вечно Вот, я про политическую систему Хочу продолжить разговор Потому что мало того Что появляются новые персонажи В политической системе Появляются новые партии Что будет с теми системными партиями Которые сейчас работают Изменится ли что-то Вот об этом хотелось бы поговорить После короткого перерыва Особое мнение На 101FM Ну да, за правду Да, вот надо сказать Что три имени Например, Захар Прилепин Партия за правду Валерия Партия защиты женщин Планируется, да Партия роста Певица, певец, писатель 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 Планируется еще Партия пенсионеров Снова проект такой Как я читал и слышал О том, что туда войдут Очень уважаемые наши пенсионеры Особенно там артисты, спортсмены Те, которые Снова артисты, спортсмены Да, конечно Мы же понимаем, что На самом деле За последние 10 лет Вообще выборная кампания Становится таким очень печальным Как бы проектом И мы видим, что Партия сильные женщины А, сильные женщины Ну, сильные женщины Это, ну Почти как За женщин Да, то мы видим, что Выборная кампания К сожалению, последние 10 лет Там или 15 Уже не привлекают население Люди не верят При всем при этом Там постоянные Три участника этого процесса Жириновский, Зюганов и Миронов Значит, в общем-то Кардинально На федеральном уровне Жизнь не меняется На региональном, я думаю Она тоже незначительно Как бы меняется Ну, единственное, что скажу Что у нас есть на самом деле Какие-то оппозиционные кандидаты Которые хотя бы О чем-то говорят В ЗАГС собрании И в городских думах Значит, ну Как бы такое Создавая определенное веселье Кого ты имеешь в виду? Ну, слушайте У нас есть Там и в городе Кто выступает Веселье все-таки Или какую-то Реально рабочую динамику? Мы говорим, что Всегда с тобой обсуждали Что вообще Думы Это место для дискуссии Они хотя бы создают дискуссию И создают какую-то жизнь Вообще в этих Как бы заведениях Я называю там Городскую думу ЗАГС собрания К сожалению ЗАГС собрания Последние годы Вообще стало очень печальным Даже люди Которые раньше Журналисты ходили Говорили, что Даже сейчас Мысла не оттуда ходить Потому что в принципе Никто ничего не обсуждает Все единогласно Проголосовали И разошлись Значит Но на федеральном фоне Мы видим, что Явка очень сильно падает На последних Всех выборных кампаниях И для того, чтобы Все-таки как-то Оживить Вот это мероприятие Которое у нас Называется Выборами Значит Вот создаются новые Проекты В виде трех-четырех партий В виде новых Известных людей Артистов Музыкантов Я думаю, что будут Спортсмены Значит Которые должны Какое-то Новое Веяние Вообще Выборы придать Потому что Есть большая Очень проблема Там Вот 22 апреля Нужно будет Чтобы люди пришли И проголосовали За Конституцию Это 60% Должны людей прийти Во многих Территориях И регионах Значит В сентябре У нас день голосования Это люди Должны прийти Единый день голосования Люди должны Снова прийти На выборные участки Да На самом деле В год проводить Таких два масштабных Мероприятия При сегодняшнем Там Нашем восприятии Вообще Что такое выборы Значит Очень сложно И понятно Что 22 апреля Очень важный Для Владимира Владимировича День Потому что люди Должны Определиться Поддерживают они Его изменения Конституции Или нет Да И все силы Будут брошены Туда Административные Для того Чтобы Как бы Явка И голосование Соответствовало Тем параметрам Которые Сегодня бы хотелось Видеть Значит В сентябре Запланированные Выборные кампании Вот там Возникает Уже вопрос Смогут ли Второй раз Административным путем Привести людей На избирательные участки Это очень на самом деле Большая проблема Не исключение Может быть Что Государственная Дума Российской Федерации Состоится в декабре этого года А не в следующем году Как она должна была планироваться То из этого Как бы И создается Такая форма Немножко Такого веселья Выборы уже получаются Если еще и декабрь Да Может быть и так Значит Если даже они будут Не в декабре В Госдуму То они вернее всего Что будут в марте следующего года Ну точно не в сентябре Как планировалось 2021 года То в связи с этим Понятно что Внимание Избирателя Должно привлечено быть К новым людям К новым партиям К новым лозунгам Ну на самом деле Попытка создать Какое-то определенное Веселье и интерес Снова к выборам Оно видимо присутствует Кардинально конечно Эта ситуация не поменяет Мы понимаем Что это в общем-то Все люди Которые Запущены в этот проект Они поддерживают Те изменения И движения Которые происходят В нашей стране И они в общем-то Хорошо в этой позиции Сея чувствуют А значит Что будет там С четырьмя Парламентскими партиями Которые там У нас Ну вернее все Что Единая Россия останется Значит Есть вопросы там По другим оппозиционным партиям Какое они место займут На этих ближайших выборах В жизни страны Потому что Ну на самом деле Усталость у людей чувствуется Если мы обратно увидим Жириновского, Миронова и Зюганова Ну конечно Привлечение будет К избирательной тематике Очень небольшое А это как-то Вот эти новые партии Новые Новые люди Ну партия Роста Она была Они как-то изменят Они как-то изменят И на региональном уровне Обстановку Кинутся ли у нас Открывать отделение Этих партий Появятся ли новые люди Или начнутся такие Переброски своих В разные вот эти Партии защиты Сильных женщин И Свет Вот смотри Вот эта вся история Там она делается Технологами Для Государственной Думы Российской Федерации Значит Времени очень мало Остается Мы там точно Никто не знает Декабрь это Или март следующего года Но на самом деле Что так Что так Это время очень небольшое Понятно что Хорошее региональное отделение И там какие-то вещи Как бы Очень сложно будет открыть Даже там в городе Киров Или где-то В других областях Почему Из-за недостатка времени Или из-за отсутствия людей Которые могут быть Я думаю что Из-за отсутствия и времени И в первую очередь Людей И это на самом деле Очень сложная процедура То в данном случае В таком коротком периоде Очень сложно было Что-то организовать И весь удар Будет сделан На партийный список Приедет ли к нам Прилепин, Валерий И Шнур Таким образом Слушайте Ну я думаю что Перед 22-м ли Перед декабрем ли Я думаю Перед 22-м Никто не приедет Но если начнется Выборная кампания Я думаю что У нас есть шанс Что из этих Получить большой концерт Ну я думаю что Судя по последнему Интервью Шнура Он сказал что он уже Не певец А политик То в данном случае Если он приедет Я надеюсь что он нам Будет все таки Рассказывать свои Политические взгляды А не песни петь Потому что это разные вещи Значит И в данном случае Я думаю что все равно Кто-то приедет Но как ты спрашиваешь Будут ли такие Оперативно сделаны Ихние отделения Этих партий И представлять этих людей Я думаю что конечно Мало очень в этом сомнений Что это получится То есть это не для Это федеральный уровень Да Это федеральный уровень Для того чтобы Эти партии преодолели Пятипроцентный барьер Это же все шоу Шоу люди Из шоу бизнеса Практически Ну эти люди которые в общем-то Хорошо поют Вопрос как они себя будут вести Как политики Значит Но при этом я тебе хочу сказать Что если мы с тобой там Посмотрим по истории Что у нас иногда бывало В мировой истории Когда артисты И вполне успешно И вполне успешно Становились политиками Это взять Самого удачного президента Соединенных Штатов Америки Это Рейган Шварценеггер прекрасно Шварценеггер да За себя прекрасно То как бы история Она говорит что да Почему бы и нет Почему бы и нет И смогут ли в сегодняшней системе То что мы сегодня говорим Что власть находится в одних руках Да Сформироваться новые люди Со своими взглядами Со своими убеждениями И те люди которые пришли Не из политики А пришли Ну сострады Значит Мне всегда казалось Что наверное Алла Борисовна Погачева Наверное была бы Неплохим депутатом Госдумы Если бы она Именно говорила то Что она бы хотела И думала Так же как Любые люди В нашей стране Стать хорошим депутатом Госдумы Нужно говорить то что ты хочешь Это очень сложно конечно Разве не наоборот Надо уметь говорить То что написано Написано или сказано Вовремя нет Я не знаю То с этой точки зрения Конечно мы говорим Что в этом плане Политическая система Российской Федерации Находится в замороженном варианте Она заморожена А для того чтобы Все таки создать вид Что у нас Могут любые люди Идти в депутаты Госдумы От любых партий Вот эти люди Артисты Мною очень любимые И Шнуры И Валерия Они пойдут И вернее всего Что будут нам Показывать И рассказывать Что они хотят Хорошее сделать В ближайшие годы В нашей стране Как она будет жить Общее ощущение у тебя Какое От этих вот Грядущих перемен Самое печальное Что если мы посмотрим Социологию Вот последнюю Левада центра Да Уже больше 70% Людей хотят перемен Да В стране Это социология Очень близко К 91 году Значит То в данном случае Конечно Я бы тоже очень хотел Чтобы у нас были перемены В первую очередь Политические Экономические Чтобы у нас все таки Совершенно Реформы пошли Совершенно другие Которые в общем-то Были бы связаны С человеческим потенциалом Человеческим А вот этот путь Который нам сейчас показывают Это вообще Указатели на путь какой-то Если да То куда указывают нам Все что мы сегодня С тобой обсуждаем И говорим Это говорит о том Что на ближайшие годы Все будет сохранено В том варианте Который мы сегодня Все видим И ощущаем На протяжении 20 лет То есть изменений не будет Изменений кардинальных Не будет Конечно нет Картинка может Чуть-чуть поменяется Лица поменяются Я думаю Что в ближайшие Два-три года Не будет Ни Жириновских Ни Миронова Ни Зюганова Появятся какие-то новые лица Но в общем-то Они все будут делать Одну и ту же работу Которую делали Жириновский Зюганов и Мирон Преемственность Конечно Дмитрий Русских Это его особое мнение Вы слушаете У микрофона работает Светлана Занько Поговорим про город Киров Я бы еще По конституции Пошли Буквально вспомнил На самом деле По опросам сегодня Даже и Левада-центра И многих других Независимых Значит На вопрос Если бы завтра Состоялись голосования По конституции Сколько бы людей Пришли на участки Процент 13-15 Да как же 70% Нам сделать Из этого задача Из 13-70 Я так понимаю Что 10 марта Государственная дума В втором чтении Примет все эти поправки И я думаю Что ближайшие Полтора-два месяца Очень активно И на телевизоре И на радио И где Все что говорит Будет очень много Посвящено Именно Правильности Приходу на избирательные участки Для поддержания Конституции День уж больно Дата такая 22 апреля 22 апреля Да Очень странная дата Почему именно выбрали День рождения Владимира Ильича Оленина Видимо все таки Мы где-то задними Вождя пролетели Да Вождя пролетят А что все таки Мы склонны к тому Что наверное Возврат к Советскому Союзу Это сегодня такая Идеология Символичная история Да Что мы вот туда стремимся Да А к чему стремится Город Киров Все абсолютно СМИ опубликовали Статистические данные Согласно которым Киров Можно назвать Одним из самых Быстрорастущих Городов Привовского Федерального округа Приведу цифры Темпы роста населения Составляют почти 109 процентов Еще раз Это город Киров Средняя цифра По другим Городам округа Порядка 98 процентов Тоже немаленькая Надо сказать Да нет Но это везде Общая тенденция На самом деле Здесь не город Киров Растет А Кировская область Вся перемещается В центр Это в город Киров Значит Потому что на окраинах Все труднее И хуже Людям живется Нет работы Нет качества жизни Нет для молодежи Даже самых необходимых Кинотеатров Кафе Каких-то библиотек Что-то подобное Значит То эта статистика Она идет по всей территории Российской Федерации Очень сильно от этого Страдают Территория Находящаяся В радиусе 300 километров От города Москвы Потому что Во всех этих городах Которые я Не понаслышке знаю Я там работаю Езжу Это Костромская Ивановская Ярославская Владимировская Вологодская Значит Вся молодежь Просто массово Уезжает В Москву При этом Все что Остается Это люди В основном Старшего возраста Или то же самое То что мы сейчас обсуждаем Как и у нас Вся молодежь Именно из города Керопи Старается уехать В более крупные города Значит На ее место Приезжают Ребята из Соседних Районов области Где в общем-то Они тоже себя Никак не видят И не могут себе найти Ни работу Ни будущее И в общем-то Не видят Сегодня себя На той территории Где они родились Анатолий Курбатов Известный городской активист Он сначала Довольно Резко Отреагировал И прокомментировал Эту новость В фейсбуке Нашей радиостанции А потом Еще и написал Пост у себя На страничке И он пишет Что область умирает Город же Пока прирастает За счет области Здесь вы согласны Но скоро этот источник Иссякнет Как иссяк он Костромской области Пару лет назад Как случилось В Сыктывкаре Где миграция в город Из районов республики Уже не может перекрыть Миграцию из города Так будет и с нами Пишет он Пока мы не поймем Что надо развиваться Конкурировать с другими городами Причем не только в России Но и во всем мире Пока не перестанем Искусственно приписывать Население Относясь к городу Как к муниципальному образованию А не к городу Пока мы не перестанем Убирать и статистики По загрязнению воздуха Движущийся транспорт К статистику по экологии Пока не начнем Реально работать К сожалению Анатолий говорит Полную правду А что плохого-то В том что Ну хорошо Ну уезжают ребята из сел Ну и пусть Пусть живут в Кире Потом двигаются дальше Ну не будет расти город Они дальше не двигаются Но все-таки Происходит такой круговорот Значит Все те ребята Которые родились в городе Кирове Которые Ну являются городскими жителями Они по возможности Это видно эту динамику И очень много Посмотрите по Допустим Окончанию 11 классов Наши основные школы Там в лице И посмотрите Сколько процентов Уезжающих За территорию города Нам надо будет Нам надо будет сейчас прерваться Я только уточню Правильно я поняла Что возмущение И твое И у Анатолия Вызывает то Что город не прирастает Как таковой А является перевалочным пунктом Просто базой Которая вот Хорошо перекачала Сначала свою молодежь А сейчас еще и сельскую Перекачает Переварит И она уедет отсюда Ну может быть она и не уедет Но мы сегодня понимаем Что к сожалению Ребята Которые здесь родились Учились Особенно Такой Элита нашей молодежи Которая всегда есть Активная часть Она все-таки перемещается Потому что они себя тут не находят Какие последствия Это Каким последствиям Это приводит Мы об этом поговорим После короткого перерыва Особое мнение На 101FM Очень большой разум Дмитрий Русских Предприниматель Экс-депутат Законодательного собрания Кировской области И Светлана Занько Здесь в студии Это особое мнение Дмитрия Русских Мы Говорим о том Что мы отчитываемся О цифрах Показываем цифры Прироста населения В городе Кирове Приходим к выводу Что прирастает оно За счет сельских территорий Это не новость Это не новость И не открытие Почему же Эти новости Вызывают Не Какую-то позитивную реакцию В интернете В том числе у активистов И у тебя я вижу Что не вызывает Это позитива А наоборот Негативную реакцию Ну потому что Допустим Я всю жизнь Я родился И прожил в этом городе Я вижу И могу сравнивать Какой был город В каком-то периоде жизни Какая здесь была молодежь Я помню Что в начале 90-х Еще не было такой тенденции Отсюда никто не уезжал Потому что город был современный Значит за счет Крупных предприятий Заводов Он развивался Были рабочие места В принципе нам До какого-то периода Везло с руководством Особенно в советское время Кто возглавлял там область Город И понятно Что город все-таки Шагал Как бы В ногу со временем Да там Первая диорама Первый цирк Первый проспект Значит город зеленый Красивый Значит Есть рабочие места Есть в общем-то Как бы Куда развиваться У нас очень В конце 80-х В начале 90-х Очень сильно развивался А сейчас отсутствует развитие Ты считаешь Да Малый и средний бизнес У нас же Вообще просто Люди талантливые На вятке живут Да Окей Давай без лирики Хочется предметности Сейчас отсутствует развитие Ты считаешь Я считаю Что мы последние 10 лет Очень плотно стоим Мы никуда не развиваемся Не деградируем В том числе И деградируем Потому что Судя по людям Судя по состоянию Улиц Тротуаров Парков Скверов Конечно деградируем Но если ты еще Ездишь по другим городам И ты видишь Как другие города развиваются Или те похожие Которые находятся В таком же состоянии Как город Киров Но их на самом деле Тоже очень много И они причем Вот в нескольких часах езды От нашего областного центра И в этом плане Конечно Мы конечно деградируем С чем нам не везет Почему Мы раньше сравнивали себя с Москвой Вся страна Потом бросили сравнивать с Москвой Стали сравнивать с Краснодаром Бросили с Краснодаром За Сочи С Казанью Стали сравнивать А теперь мы уже сравниваем себя С Ижевском Который во всем Во всем Передавее нас Передавее нас Да К сожалению Если бы кто-то сказал бы Это лет 25 назад Все бы были очень удивлены Тому что ты сейчас сказал Но вот это не я сказала Это я сейчас тоже Сразу должна поправиться Я тебе говорю Что Сейчас ссылается уже на Ижевск Разговаривая со старшими И для предпринимателей Они там условия какие-то особые делают До того дошли Что в Уфас Наша подает правительство Что они там И для городской среды И уходят туда наши главные архитекторы Для того чтобы трудиться И парки там развиваются Вообще такая мощная движуха А я тебе скажу Что это все зависит от людей Да Вот Личность человека в истории Она очень большая Каких людей ты имеешь в виду? Я имею в виду Что те кто принимает решения Кто находится у власти Не везет нам с главами? Нам вообще с властью последние годы Десятилетия даже не везет То есть не только с главами Конечно Это общая тенденция на самом деле Для Кирова Для Кирова и Кировской области тоже То в данном случае Конечно мы сегодня понимаем Что мы там реально отстаем Люди уже перестали Особенно активные А это малый и средний бизнес Верить в то Что здесь может что-то развиваться Здесь Мы же Смотрите Мы говорим уже на протяжении По-моему Десяти или пяти лет Что у нас очень много предприятий В области снимаются с регистрации И уходят в другие территории Это же тоже фактор от того А почему они уходят? А почему им тут не нравится? А почему они все бегут Как сумасшедшие? И в данном случае Когда они уходят в другие территории Они и планируют сегодня Развитие там инвестиций Какие-то и новые производства Или там новые какие-то предприятия На других территориях Ты знаешь я хотела просто сказать Что я когда почитала Это ведь власть должна задавать себе вопрос А что у них происходит? Я почитала новость о том Что у нас подумали И предложили калужским коллегам Наладить авиасообщение Между Кировом и Калугой Это какая-то уникальная вещь Я просто посмеялся Я с удовольствием узнала Что в Калуге У которой 300 с хвостиком Там население У нас 500 с хвостиком У них 318 или 20 Вот У нас 541 тысяча Что у них международный аэропорт И оттуда люди летают По всем вот этим популярным направлениям Куда хочется летать отдыхать Да Скажу тебе почему Хотя до Москвы 150 километров Да Значит Потому что Последние там 10-12 лет Калуга очень быстро развивалась По сравнению со всей даже Россией Значит Я просто Несколько раз проезжал эту территорию Я очень много читал Про ихнего губернатора Который отработал Где-то 10 или 12 лет Который туда ввел громаднейшие инвестиции Различных крупных Европейских и американских компаний Они открыли кучу заводов Они создали условия Для малого и среднего бизнеса Они стали делать Городскую среду Совершенно по-другому Дороги и все прочее Ну вот 10-12 лет работы Удачного губернатора Привело к тому Что сегодня Калуга Находясь в 150 километров от Москвы Ну им повезло Они близко логистически У них логистика хорошая Да Там направление на Белоруссию Но с другой стороны Сколько еще городов В радиусе 200 километров И не все Калуга Да И я тебе скажу Что очень много городов В радиусе Калуги Не Калуга Значит То это я тебе еще говорю Человеческий фактор Да вот там повезло территории Они воспользовались Своим расположением Губернатор понял Как развивать эту территорию На что делать упор Значит Я думаю Что там нашлась Активная часть бизнеса Которая ему во всем этом помогала В плане развития Не грабить эту территорию Как у нас там Обычно любят Элиты наши А именно развивать То вот они получили результат Сегодня это Прекрасно развивающаяся территория Там куча предприятий Там куча рабочих мест Молодежь никуда не бежит Там прекрасная среда Ты знаешь что у нас в городе Обсуждается стратегия И заказана стратегия Социально-экономического развития Города Кирова Отлично А кто ее делает То будет Ее делает уже Нет 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 Ее исполнять Кто будет Нет погоди Насчет исполнять Это следующая история Я помню Заработал Ее делают Но вот концептуально Мы вчера на общественной палате На комиссии по экономике Все задались одним вопросом Куда идем то Вот концепция Какими мы хотим стать Что положено в основу Где наши приоритеты Света Я очень часто привожу пример Первого президента Сингапура Ли Куань Ю Да это мы заметили Который сказал Успех Ребята Всегда Везде Впереди должны быть лидеры Люди которые активные Которые реально лидеры Где их взять скажи Почему нам не везет Подожди Сколько у нас населения В Кировской области Миллион триста Да Что у нас нет людей Которые готовы Как бы трудиться И быть лидерами Вот этот вопрос Все одинаковые задают В этой студии Что у нас нет своих что ли Да я вот их в ряд поставлю Особенно Владимир Вениаминович Журавлев Это говорит А когда потом вам И вот я сейчас тебе задаю этот вопрос Кто они Где они Почему Не становятся Не становятся Да потому что они не востребованы Мы сегодня видим На протяжении Там 10-15 лет Предназначают губернатора Он привозит своих каких-то людей Потом они уезжают Потом губернатор тоже куда-то уезжает Потом приезжают Снова привозят Каких-то новых людей Они все работают Ну или видимость создают А почему мы изменить-то эту ситуацию Не можем сами Потому что это федеральный уровень У нас губернаторы не избираются Мы за это сейчас поедем голосовать Снова 22 апреля Кстати там как раз по самоуправлению Там очень большие изменения идут На самом деле То в данном случае понимаешь А как они люди-то появятся Подожди Вот это важно Два вопроса этих связаны Я специально тебя на них и натолкнула Грядут большие изменения по самоуправлению В связи с изменениями в Конституции Ситуация, которая сейчас существует В частности в нашем регионе Вот тебя не устраивает Да потому что как такового самоуправления Нет Ну слушайте А что с изменениями Мы сейчас город Мы приобретем Нет, мы ничего не приобретем Возможности самоуправляться Делать выбор Выдвигать своих Лифты откроются для местных Там наоборот Это все меняется Там самоуправление Оно уходит как таковое Полностью Там снова все выстраивается Именно в государственную службу Во-вторых Так тогда мы не говорим О том, что ничего не изменится Если Света, ничего не изменится Мы никого не будем выбирать Плюс в Конституции Есть изменения Что будут выбраны Там количество Особой территории Никто не знает Что такое особая территория Особой территорией Может быть там город Москва Да Где у них там особое управление Там да Или там Сочи Где объект сегодня считается Особо То они не особые сейчас Как будто бы Они будут еще особеннее Мы сегодня говорим Вот смотри Мы сегодня обсуждаем Кучу городов 70% Которые находятся в состоянии Как город Киров Там да И с молодежью И с развитием и всего У нас громаднейшее Пересечение бюджетов Города Москвы И всего остального Понятно что Вся Москва цветет Туда молодежь едет Там красиво Ладно Остается у нас 2 минуты Скажи мне пожалуйста Вот возвращаясь к главам Почему никто не спешит Занять место Сити менеджера Освободившись Во-первых Может быть кто-то бы И спешил Но его туда не поставят Это сдерживающий фактор А что есть такие? Ну я думаю что конечно есть Мы с тобой увидим До 6 числа Раньше как-то хотел Понимаешь Даже в СМИ постоянно Вот этот Этот Давайте проголосуем Кто А сейчас даже предположения А это как про выборы Потому что никто Не уверен И никто не верит Что это Что будет в правду Да Все считают Что уже определен И все СМИ написали Что это Осипов Да То извините Если все СМИ написали Что будущий глава администрации Дмитрий Осипов Зачем выдавать заявку Еще комиссии даже не было Уже все написали Ну мало ли что СМИ написали Вот ты СМИ не знаешь Нет СМИ-то я как раз знаю Написали Нет СМИ-то как раз я знаю И в данном случае То что они написали Дмитрий Осипов После Виат Автодора Появился в городской администрации На должности зама А потом раз И кто-нибудь другой Нет Нет такой возможности Поживем посмотрим Это в стиле уже Нет у тебя инсайдерской информации Инсайдерской информации Для новостей У меня нет До 6 числа До 6 числа Мы увидим кто подал заявки Десятого будет уже результат Но мы сегодня видим ситуацию Что вот два года Шульгин отработал Сегодня там вообще Никого нет Город сам по своей жизнью живет Администрация своей жизнью живет Никто ни за что не отвечает Ты изучил персону Дмитрия Осипова? Мне зачем его персону изучать? Даже не интересно было изучить Почему? Потому что Эти же СМИ написали Кто хотел бы видеть Дмитрия Осипова Или кто лоббирует Дмитрия Осипова На главу администрации То надо тогда Александра Анатольевича Чурина изучать Зачем изучать Осипова? Но мы же понимаем всю историю Мы же взрослые люди Так разве это не усиление местной власти? Наш человек Подожди Власть и люди это разные вещи Так что усиление кого? Жизнь покажет Дмитрий Русских Это его особое мнение Мы слушали сегодня Спасибо тебе Хорошего дня И всем слушателям тоже Хорошего дня У микрофона работала Светлана Занько Спасибо Особое мнение На 101FM